Идем по ходу. У меня взошли абрикосы, ого, 90%, вишни 100%, яблони, груши 90%, пока только слив взошли 2 штук. Подождаю ждать. Ну, ждите. Дело в том, что главная ошибка, это когда передерживают в холодильниках. На улице весна, и кто, когда, я не могу понять. Это же массовое явление. Даже у моих, не все же, я высылаю там 10 роликов, кто-то же ни одного не смотрит. Лезут в холодильники, он уже знает, что в холодильнике начинают сходить. Покопался, взошло 2 из 20, посадил, еще одна взошла, посадил. Потом каравула, остальные не всходят. Они уже вместе должны расти на свежем воздухе. И должны поливать. Вы знаете, как интересно? Это общее замечание, которое никакого открытия. Миллион человек скажет, да так оно есть. Вот. Всю весну нет дождей, нет дождей, нет дождей. Вот. Морковка не растет, свекла не растет. Не растет, но плохо. Ну, это, только дождь, все оживает. А почему холодильники держат до мая, а и до июня все ждут? Вот. И ведь так, какое-то массовое явление, как будто кто-то когда-то научил. Вот. И вот получается, что слева две штуки взошло, продолжаю ждать. Возможно, не дождется. Все-таки июнь. Но. Погибнуть вряд ли. Интересно сейчас у Сергея. Уж такая была дружная схожесть. Нет, смотришь, грядка чистая, да, весна. Лезут еще. Те, которые годом раньше-то не взошли. Прошлой весной. Так. Ну, будем надеяться. Ну, уже абрикосы, вишни, груши явно не взошли. Ну, сад состоялся. Так. Вчера получил новую книгу. Замечательное издание. Буду считать наслаждаться. Впереди отстояние 2,4 секунды. Книг у меня три. Первая с Курдюмом. Больше не того мы уровня, чтобы от нас зависело издание книги железов Курдюмов. Десять тысяч разошлось. И уже самое странное, самое обидное для меня Курдюмов сказал. Она действительно же, эта книга была, в основе легла моя рукопись. Так. Ну, и те самые открытия, которые мы с вами уже всю зиму повторяем. Мы там, как бы сказать, разжевываем. Вот. И он сказал, это открытие. Это будет сенсация. Это будет переворот науки. Переворот, ага. Вот. Вон переворот совершает Платонова с этой, с Ганечкиной. Последние деревья у меня научили уничтожать. Ведь никто не задается вопросом. Саженцев миллионы бесконечности. Все рынки, все забито саженцами. А в садах нет ничего. Черешни миллионами продают. Колновидные яблони миллионами. Где яблоки у людей? Кроме этих, опять же, узбекских. Вот. Груши, абрикосы. Все продают миллионами. Нету ничего. И никому в голову не приходит. Хотя бы лавочку закрыть эту подлую. Так. А то, что растет, все равно надо убить. Нормально убить. Как это? Ветки. Девять типа веток. Только это, насчитала. Тимирязюка. Девять типа веток ненужных дерева. Девять. Так. Опять я завелся. Ну, про книги понятно. Сейчас вышла книга. Уже в какой-то степени люди разобрали книгу. Это Северный сад. Сотворение чуда. И последняя книга записки зачарованного сибирского садовода. Вот если по ней вот так вот изучать, да? Не изучать, а просто читать. Это же записки. Вот. Конечно, она должна бы претендовать на государственную премию, на какую-нибудь эту, букера-пукера. Но дело в том, что этого никогда не случится. Хотя, представляете, скучнейшая материя. А как я рассказываю об этом? Ведь меня же этот, седрен... Как, господи, этот самый... Реплик сравнил. Представляете? Родионов седренов сравнил. Но Родионов седренов классик, а меня классиком еще лет сто ждать. А дело не в этом, классики нет, и дело не в моих обедах. Дело в том, что вот так вот, раз, рассказал про это, рассказал про это. Что, что я видел, то, что это самое. Вот ветки ломают деревья пересаженные, а которые сами выросли, не ломают. Ну, естественно, появляется постулат, что это... Надо садить на постоянное место и оставлять лучи из лучших. Ну, 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 дружи... Казалось бы, дураку понять. Нет, злобный окрик. Как садили, как пересаживали, так и будем. Ну, 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 что тебе, да, это, что ты людям-то не даешься вырастить на месте? Ну, если ты так считаешь, что пересадка благо, ну, оставайся своим мнением. Вот. Ну, опять я завелся. До этого во мне обиды лезут. Вот. Книг никто не покупает. Вон в комнате лежат. Зашло несколько уссурийских груш. Ваш семечек. Раскик, и кого-то красного цвета. Так должно быть или не хватает? Дело в том, что... Рассказывал. Я могу предположить. Я не знаю, может, начало гибели. Дело в том, что красноватые цвета бывают в верхушке. У абрикосов многие принимают за болезнь. Это самое здоровое абрикосовое дерево, только уже гибридное. У уссурийские груши, я не говорю, что они гибридные. То есть, нет, не так. У уссурийские груши тоже гибридные стали. Вот. Я их беру с дерева, к которому подойти страшно. Иголки именно так, примерно, как у ежа. Да еще острее. Знаете, как они колют? Зараза. А уже у их семечки... И груши мелкие, невкусные, абсолютно несъедобные. Вот. Но уже у них могут быть гибридные дети. То есть, дети это плод. Плод это ребенок. У них могут быть гибридные дети. Вот. Во-первых. А... То есть, не так. У меня семечка уже гибридная. И вы ее, когда выращиваете, а человек-то знает, что там за красноватый цвет. Рядом, допустим, это самое, другие сорта. Раз. И второе. Значит, когда приходит осень, я показывал, а ярко-красного цвета становятся листья, которые, я еще говорил, какая она красивая. Надо бы показать, но ее долго искать. Вот. А она настолько декоративна, красного цвета листики осенью. Вот. А так у меня они, допустим, зеленые. Какие будут у вас, посмотрим. Наоборот, вы мне потом расскажите, чем это кончено. Так. Елена Савинич. Савинич, это моя главная надежда на сегодняшний день. Вот. Это Красноярский агро-университет, по-моему. Аграрный университет. Это значит, что добилась пройти, это вообще сенсация, производственная практика у железа, вот, бывшего фермера, так сказать, с погоревшим садом пломышленным. Вот. Ну, что из этого получится? Ну, надеюсь, признает эту самую, ее производственную практику. Так, теперь. Получил от вас сухие семена, когда закладывать на сервикацию, как на сервикацию. Да, ну, это означает так. Я продолжаю высылать сухие семена в урожай прошлого года. Значит, стеклянная баночка. Так, значит, и крышечка плотная, закрываете и в холодильник. Обычный самый холодильник, и не бойтесь, что что-то случится. Время от времени открываете, может, раз в 10 дней. Встряхнули и снова закрыли. Вот. И так до осени или до Нового года, образно, до Нового года, там, по точнее, или до весны. Вот. Кто уже как исхитрится. Вот. Есть люди, которые принципиально не статифицируют, и говорят, у нас все всходит. Раз. Есть люди, которые говорят, у нас это весной сухие прям садят. Ну, может быть, промокшие, или как сказать, намоченные. Замоченные. Или садят осенью, перед зимой. Вот. Схожесть бывает от нуля до ста. Не угадать. Я примеры приводил. Или нормальная сервикация по железу. Но, каждый год несколько человек пишет, не то, чтобы все не взошло. А то взошло, а то не взошло. А то взошло, а то не взошло. Вот. Вот тут. А дальше я рассказываю, как анекдот. Вы, наверное, слышали этот анекдот. Едут наши с этого, с выставки международной. Представили два сорта вина. Ну, дальше вы помните. За один сорт получили золотую медаль, а второй сказали, это дерьмо было. Вот. А они едут, это самое, и удивляются. Говорят, с одной бочки наливали, а... Вот. Так что, мне так же. Вот, допустим, та дама, которая вот написала сегодня горькое письмо для меня. Вот. Все с одного мешка. Ну, кого-то видели, я же не выдумаю эти письма. У кого-то 90, 100%. А ей придется деньги возвращать. Жалко, честно говоря. Так, яблони сухают ветки одна за другой, яблони для 40, ого. Но внизу толстых веток стали расти молодые побеги. Что делать? Обрезать сухие ветки в надежде, что из молодых повернут ветки замесение, и дерево сохранится. Нет, это самое... Целиком ветки не отрезают. А, ну, сухие ветки можете отрезать. Кто мешает? Пожалуйста. Вот. Дело в том, что я не видя фотографии, не могу конкретно сказать. Это бывает так напишут, а потом голая картинка, а на самом-то деле все наоборот. Придет фотография, туда отвечу. Ну что, друзья, хватит вам голову морочить. Вот. Дальше, как в этом, в Запорожской сети. Грилку пьешь, Бога веруешь, проходи. Это шутка. Я не пьющий. Так. Ну что, наверное, Бога веруешь, на этом мы и закончим. Вот. Антона Валерьевича попрошу вырезать то, что касается этих фей. И четвертые мы опять пошли. Как-то их надо вырезонить. Нельзя же так-то. Понимаю, что их заставляют зубрить эти самые сценарием готовы. Тем более, что они не садоводы. Даже возмутиться не могут. Я, он возмутился, приезжала с Абакана. Я рассказывал, еще буквально минута. Приезжают, дают бумажку. А там написано, как ухаживать за деревом. Я говорю, да я собрался сам рассказать. Я же, у меня же, видите, какой сад, необычный. Нет, мы не можем отступать. Вот сценарий. Видите, внизу подпись этого, редактора. Скандал. Мы же зря, зря. Я не буду по бумажке. А мы не можем отменить. У нас же приказ. У нас будут неприятности. Мы не можем снимать так, как вы хотите. И мобильников нету, чтобы позвонить, уточнить, сказать, да тут железо, ерепеница. Что нам делать? Уехали, так и не сняли сюжет. Ехать с Абакана и не снять сюжет. Будем надеяться, чтобы Платонова после съемок садится к изувечному дереву, обнимает его и плачет, и говорит, прости меня. Вот на этом я и заканчиваю свою речь. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Ирина Александровна, вам особый привет. Ваша фамилия Савинич. Пусть привыкает. Мне нужна замена. Вот так. Спокойной ночи, друзья. В следующую субботу встречаемся снова. Кому все не надоело. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ